Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые товарищи! Я Константинова Ольга Ивановна, заведующая библиотекой Дома офицеров Каспийской флотилии. Предлагаю вашему вниманию видео-выставку одной книги из цикла «100 лучших книг для защитников Отечества. Крисера». Валентин Пикуль Романом Крисера Валентин Пикуль продолжил одну из своих любимых тем – тему истории Дальнего Востока. Роман Крисера был приурочен Пикулем к трагической для нашей страны годовщине Цусинского сражения. Валентин Савич говорил, «Я сознательно решил откликнуться на эти события. Мне хотелось предвосхитить самурайские вопли по поводу юбилейных для них торжеств. Напомнить, во-первых, о беззаветном героизме русских моряков и, во-вторых, рассказать о том, что была еще первая битва перед Сусими в 1904 году, когда три наших крейсера приняли неравный бой, целые эскадры японских броневых крейсеров. Рюрик героически погиб, открыв Кингстоны, а два крейсера вернулись во Владивосток. Впервые роман увидел свет в восьмом-девятом номерах журнала «Молодая гвардия» за 1985 год. По форме изложения роман Крисера мало характерен для пикульской манеры письма. Книга не разбита на главы. Автор хотел, чтобы читатель прочел произведение как бы на одном дыхании. Действие романа развертывается в основном на дальневосточных морских коммуникациях в период русско-японской войны, где в полную меру проявились мужество и героизм, стойкость и самопожертвование наших моряков во славу Отечества. Вызывает искреннюю симпатию главный герой, мичман Панафидин. Панафидин – образ собирательный, но не исключено, что он имеет своего прототипа. Дело в том, что детские воспоминания об отчем доме у Валентина Савича, как и у большинства людей, связаны с различными мелочами. Так, в семье пикулей были вилки и ложки с гербом урода Панафидинах. Со слов бабушки Василисы Минземны Карениной, ее муж был барский барин из дворянского рода Панафидинах. Это был древний дворянский род, ведущий начало одеи Панафидина по прозвищу Улита, владевшего имением в Ржевском уезде. В роду было 13 морских офицеров, были и писатели. Небольшой по объему роман чаще всего печатался в сборниках. В 1987 году «Современник» выпустил книгу под названием «Невидимки», включающую романы «Богатство» и «Крессера». Отдельной книгой роман в 1989 году вышел в издательстве «Современник» в малоформатном исполнении. Автор получил множество восторженных откликов на свой роман. В них благодарность, признательность, восхищение и упреки. Зачем убивать Панафидина лучше Житецкого? Среди исторических персонажей в романе присутствует Николай Лаврентьевич Клада. Тщательно изучая многочисленные источники, включающие мемуары очевидцев и современников, Валентин Савич пришел к убеждению, что его заслуги и роль в истории, мягко говоря, преувеличены, чем и вызвал на себя огонь со стороны потомка сына Клада. Дело Пикуля, включающий в себя ряд интригующих страниц, рассматривалось на самых высоких уровнях. Однако положительные оценки главного политического управления в лице Волкогонова, Института военной истории Министерства обороны и рецензента, кандидата военно-морских наук капитана первого ранга Шевченко, пустили крейсера в дальнее плавание. Это была очередная и, как всегда, трудная победа в жизни Валентина Пикуля. Победа, подтверждающая правильность позиции, никогда не обходить сложные вопросы, открыто высказывать свою точку зрения, аргументированно отстаивать ее во имя торжества истины. Но стоило это дорого, потому что расплачивался за все приходилось нервами и здоровьем. Несмотря на все перипетии, у романа счастливая судьба. Крейсера не сели на мель, а плывут и плывут, завоевывая все большее количество читателей и почитателей. В 1988 году роман принес Валентину Пикулю звание лауреата Государственной премии РСФСР имени Максима Горького.